Иткульский спиртзавод Сложно представить, но в истории завода был кризисный период В 2019 году предприятие находилось в стадии банкротства Сотрудников распустили, цеха простаивали Но завод получил вторую жизнь Руку помощи протянула компания Маруся Бевереджес Погасила долги, модернизировала оборудование Вернула специалистов на рабочие места И сохранила главное – старинную дедовскую технологию производства Компания Маруся Бевереджес Рус Приложила немало усилий с тем, чтобы сохранить потенциал Главный потенциал кадрового завода Был сохранен на 90% коллектив Собственники, они большие специалисты в алкогольном бизнесе И они очень четко понимают разницу между спиртом, солодовым и ферментным Между настоящей водкой и водкой, произведенной из другого спирта Поэтому я думаю, что это тоже был немаловажный фактор И сейчас технология, которая здесь была, она бережно сохраняется Спиртзавод Соколова – одно из немногих предприятий в стране Где производят натуральный продукт Солодовый спирт и напитки на его основе изготавливают на экологически чистом зерне Без добавок и пестицидов Мы используем комплекс ферментов, которые получаем из пророченного ячменя И пророченного проса И далее, смешивая это издробленное зерно солодой, получаем солодовое молочко Тем самым это гарантированно натуральный, экологически чистый, честный продукт Который получим без добавок химических каких-то компонентов Львиная доля спирта, который производится в стране, производится с использованием ферментов Это продукт микробиологического синтеза, который используется в рамках технологического процесса От спирта до водки завод славится полным производственным циклом От начала технологического процесса производства спирта до выхода готовой продукции водки Уходит от 25 до 29 рабочих дней Процесс не быстрый, но осмысленный Иткуль производит продукцию на основе собственного спирта То есть на Иткуле полностью весь цикл от приемки зерна до выпуска бутылки в единой локации Это довольно уникальная история вообще для страны Солодорощение, производство солодового молочка, образование сусла Более зрелищный этап – брожение Получается спирт, он поступает в водочный цех, где его смешивают с водой Далее фильтрация, выдержка, купажирование и розлив За качеством выпускаемой продукции следят тщательно От зерна до этикеток В течение дня продукция проходит более 300 точек контроля Анализируется само зерно в первую очередь И далее анализируется каждый из полуфабрикатов Это имеется в виду и солод То есть оценивается аминалитическая способность, асахарящая способность солода То есть как прошли процессы проращивания Все ли было соблюдено Влажность, температурные режимы храняются Смотрится Здесь как раз мы сейчас находимся в оперативной лаборатории Здесь исследуются все полуфабрикаты, в том числе и брашка Напитки проверяют на токсичные вещества Стекло на линии розлива Просматривают, чтобы не было сколов Безотходное производство Еще одно преимущество завода Основным отходом является борда На предприятии из нее получают высокобелковый продукт Из которого изготавливают корма для сельхозживотных В процессе брожения выделяется углекислый газ Из него производят углекислоту для газированных напитков На предприятии трудится 350 специалистов Каждый имеет социальные гарантии Страховку, бесплатное медицинское обслуживание в больницах, поликлиниках края Дети сотрудников ежегодно получают сладкие подарки к Новому году А в честь 155-летнего юбилея для всех сотрудников Руководство организовало праздник в родном селе С масштабной концертной и развлекательной программой Впереди отличное будущее, очень много планов И уверен, что впереди большой успех Особенно с такими сотрудниками, с такими специалистами Команда завода сегодня производит почти 800 тысяч декалитров спирта И 400 тысяч декалитров водки Продукция, проверенная столетиями, пользуется спросом у россиян У жителей ближнего и дальнего зарубежья Мы работаем с зарубежными рынками Мы работаем со странами СНГ Такими как Азербайджан, Туркменистан, Армения, Казахстан Были отгрузки у нас И мы там сейчас развиваем Это Китай Это Израиль И Вьетнам мы на подходе В планах у завода развивать портфель собственных брендов Расширять линейку вкусовых водок Увеличивать долю рынка Наращивать объемы производства В следующем году на заводе планируют произвести 600 тысяч декалитров продукции Что на 50% превысит показатели нынешнего года Редактор субтитров А.Семкин